Субтитры делал DimaTorzok Так, сейчас покажу вам и пёси Ли, и... Иди сюда. И Пумыча, конечно, Пумыча, да. Мара, как котик, научилась забираться на верхнюю. Обещать оттуда. Мара, Пумыч. Сейчас, да, пойдём гулять. С собаками сейчас гуляю отдельно, потому что невозможно две стройки идёт постоянно. Кто-то приезжает, ворота открывают, поэтому с собаками приходится выгуливать их часто. Так, здесь у нас Симбуса, Симбабу. Как у вас дела? Сидит такой хорошо. Уже хочется его выпустить, но ладно, сиди пока. Так, у Ханиты сегодня я так всё пытаюсь зайти до её уборки, насыпания опилок и убирания ёлки, но в итоге только убираю туалет. Зайти к тебе? Ну иду, иду. Ёлку просто нужно на кого-нибудь попросить, чтобы открепить. Спустишься? А нет. А нет, Анита. А то она вся уже осыпалась. Иди ко мне. Угу. Угу. Да, моя кошка, да. Ты же моя толстушечка такая. Такая красоточка. Ты кумки хочешь, да? Кумки хочешь? Моя кошечка такая сладкая девочка. О, да. Кумки хочешь, да? Угу. Ой, тьмой сладкий, тьмой сладкий котёночек. Моя мама... Ой, господи. Моя мама предполагает, что она беременна. Говорит, что видно уже животик. Я пока животика такого четкого не вижу. Он говорит, что как сидит, прям видно животик. Ну, что-то, может, там вот и есть, конечно. Будем убираться, какашечку здесь оставила. Чуть моя сладкая. Ой, у, да, у. Ой, у, да, у. У, у, конечно, у. Конечно, у. Сейчас кумки запущу. Да, мой сладкий. А, ты, вот, я что-то сомневаюсь, что она. Она вон жопу, смотрите, как ставит. Какой нафиг беременный. Вон, у нее течка в самом разгаре. К Мартину тебя надо, да? Или к Симбе? Симбу тебе попробовать дать? Можем попробовать дать Симбу, потому что я-то... Мама говорит, а, вот, смотрите, она жопу ставит. Да. О, как кошечка танцует. Так что мама была не права. Незалетная Ханна у нас. Она вон танцует во всю. Вон, видите, как кошечка. Да. Ну что, Симбу тебе дать попробовать? Раз ты от Мартина пока ничего. Не будешь обижать мальчика? Она танцует, вон попу подставляет во всю. Видите? А мама говорит, пузико у нее. Какое там пузико? Там у, как кошка домашняя. Ты рысь или кошка домашняя? Что-то не видела, чтобы она подставляла. Ну попробуйте. Ну, Симба, не пугайся только, а то сейчас тебе и эта женщина наваляет. Да, я тут тоже думала, мама говорит, залетная. Уже залетная девочка у нас. Беременная ходит. Пузико толстая, а у нее вон разгар течки. Опять поздно довольно-таки Ханна течет. Ну ладно, попробуем так. Сейчас заодно Симба продемонстрирует, как у него лапка. А они там. Туалет тоже изучаешь. Правда, пузико сосает. Наела. Ты его тоже гоняешь? Симба, будь смелее, пожалуйста. Аниточка. В общем, как вы видели, Симба слишком робкая. Может, поэтому она его гоняет. Но я понимаю, что можно оставить. Возможно, там она успокоится и попробует. Но Мартин она так не гоняет, во-первых. Во-вторых, если бы у него не так давно был перелом, я бы еще и оставила. То есть, собственно, ничего страшного в этом не вижу. Ну, погоняла бы чуть дальше посмотрели. Драки нет, слава богу. Саяла бы с ними. Но он так прыгает, а у него недавно был перелом. Поэтому я боюсь. Поэтому нет. Пусть сидит. Так, давай, иди к Умке. А там и к Мартину пойдешь. Вот где любовь. Рыщит. Обух. Ум. Кстати, в опилке, в итоге они все равно ходят в туалет в саме опилке. Но убирать не так сложно. Как-то. Мне пока что нравится. Просто собираю какахи и все. Мартин, открыть тебе делать? Ну, давай. Говорит, на. Вот, видите? Говорит, норм самец. Опа, давай, говорит. У Ханы разговор короткий. Лоб, попа, лоб, попа. Мартин, ты ещё думаешь? Ой, три рыськи в одном кадре. Блин, какие они разные, такие красивые. Вроде бы, когда они в одном кадре. Мартин, конечно, трищи построились с ними. С этим гоном он вообще кушать не хочет особо. Мало ест. Мартин, ты чего там думаешь? Никак выбрать не можешь между девочками? Ну, Хана, тебе и так, и так, и так, и так. Глаза разбежались у Мартина. И ту попу понюхала, и эту попу понюхала. Ну, я тебе больше скажу, вот эта попа более готовая, так что я бы начала с Ханны. Ага. Ой, ты господи. Втроём они крайне милые. Две девочки перед самцом. Такие деловые. Хана пошла за Мартину. Говорит, где ты? Опа. Давай, говорит. Вот. Да, Ханну прям как домашняя кошечка течёт. А Симба только орёт. Может, реально напора не хватает, он их стесняется. Либо то, что, действительно, они всё-таки росли вместе. Ханита, Умка и Мартин, и... Поэтому они Мартина намного лучше принимают. Хотя, если бы не было течки, они бы и Мартина гоняли. Да, почесаться об ёлку. Он тоже убрать у них уже эту... Здесь не ель, а... Пихта. Пихта. Ну, да ладно. Мартин, да я не претендую на твоих женщин. Мам, хватит мне метить уже, а? Руф сейчас офигеет от запахов. Девочки. Мама 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 Ум, ты решила Мартина научить? Как надо к девочке подготовиться? Ум. Мама Мам Мама 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 Ну, Марс, ничего такой вредный? Кстати, в этом году с Симбы видно, что в гоне, но вес не теряют. Марс, видимо, за то, что спаривается активно, но и, в принципе, мало ест. Видно, что по сравнению с девочкой, она намного худеет. Марс, мне кажется, вот не этого она хочет. Не просто полежать. Она готова даже с тобой полежать. Емко готова. Вот про что я ей говорила. Я пришла, разделась и бросила штаны. Ну, все время там одни-двое штанов, в которых я работаю. И бросила их туда, потому что еще после одного раза не буду их стирать. Ну, посмотрите на Руфи. Руфус. Переодеться прямо за Руфус. Кофта как вкусно пахнет, да, кисами. О, говорит, игрушка. Отлично. Новая игрушка. Руфус. Зачем? У тебя своих мало? Да бери, бери. Я периодически прячу от него игрушки, чтобы ему они не надоедали. Ему надоела одна игрушка, я беру другую, даю. А ту прячу. Я ему как-то давала, он уже игрался с ней. Потом я ее запрятала. Видите, игрушка очень нравится. Да игра, игра, я пошла отсюда вообще. Да-да-да, пошла от тебя, от такого мальчика, который бурчит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин